Мусульмане Кыргызстана Мусульмане выражают протест. Волна недовольства, связанная со скандальным фильмом «Невинность мусульман» набирает силу. Готов держать ответ. Лидер парламентской фракции «Таджур» Садыр Джапаров опровергает все обвинения в свой адрес и не боится следствия. В национальной сборной Кыргызстана по футболу новый тренер. На пост руководителя главной футбольной команды в стране назначен российский специалист. Скандально известный фильм «Невинность мусульман» вызвал протесты правоверных Кыргызстана. Пока это всего лишь выступления и встреча с журналистами. Но мусульманские активисты намерены провести и публичные акции. В частности, перед посольством США и американской авиабазой в Манасье. О том, чем именно недовольны мусульмане Кыргызстана в нашем следующем материале. Волна мусульманских протестов, похоже, докатилась и до Кыргызстана. Пикетировать здание посольства США собирается все больше и больше местных жителей. В популярных социальных сетях уже появились группы, инициирующие ответ американскому пастору Терри Джонсу. Последний известен миру своими акциями протеста против ислама. Сначала он публично сжигал Куран, теперь он стал одним из создателей провокационного фильма о мусульманстве. Дешевое кино, которое порочит пророка Всевышнего Мухаммада. Я говорю, правильно говорят, что фильм снимали порно-режиссеры и порно-актеры играли в них. Депутат парламента страны Турсумбай Бакир Улу, известный своей религиозностью, пришел на пресс-конференцию поддержать выступающих. Говорит, что и сам планировал собрать журналистов и сделать официальное заявление. Но его опередили. Один из опередивших народного избранника, теолог Мурадин Мухлисов, говорит, что не смог посмотреть фильм полностью, не выдержал страха перед Всевышним. Первые минуты ведут уже к тому, что человек уже понимает, осознает, к чему идет этот фильм и уже просто выключил. Не смог смотреть его просто. Я думаю, что есть люди конкретные, которые заказывают подобные акции. Терри Джонс осуществляет их. Разбираться теперь в том, кто виноват, участники пресс-конференции хотят заставить правительство США. Ведь это их гражданин своими акциями и поведением провоцирует столкновение между двумя основными религиозными течениями планеты. Христианством и исламом. Кстати, в Бенгазе на волне протестов по этому поводу был убит американский дипломат. Турсумбай Бакируллу уверен, что это в конце концов может привести к Третьей мировой войне. Поэтому намерен озвучить свои требования, адресованные властям США, либо с трибуны парламента, либо у представительства штатов Бишкеки. Еще не решил. Требования будут конкретны. Во-первых, я как уже сказал, это снять этот фильм с интернета, ютубе, там гугл. Во-вторых, чтобы жестоко покарали создатели и участников фильма этого. Будь это он герой, либо эти, которые участвуют в качестве персонажей. Парламентарий уверяет, что возглавить акции против распространения этого фильма он намерен во избежание кровопролитий. Ведь люди планируют выйти в любом случае, с ним или без него. Потому что, как уверяют организаторы этой пресс-конференции, не дать ответ на такое оскорбление пророка – грех для любого мусульманина. Иркин Алымбеков, Ренад Шамсудинов, Нурлан Сатышев, Бишкек, Кыргызстан. Политический заказ, так называет заведенное накануне против него уголовное дело, лидер парламентской фракции «Атаджур» Садыр Джапаров. Напомним, Генеральная прокуратура республики обвиняет его в причастности к преступлениям, совершенные сыном депутата Атамикеновца Турата Мадалбекова Эльдаром. В частности, в мошенничестве и сбыте здания в Бишкеке, которое прежде принадлежало семье Курмамбека Бакиева. Садыр Джапаров утверждает, что ничего преступного он не совершал, и на то есть неопровержимые доказательства. Мол, есть договор купли-продажи между покупателем Эльдаром Мадалбековым и его помощником, за именем которого и было оформлено имущество. За это здание, как сообщает лидер Атаджурта, он выложил полмиллиона долларов. Ну и где же состав преступления, вопрошает депутат. Джапаров сообщает, что прокуратура, заводя на него дело, даже не удосужилась допросить его. А когда он по своей инициативе пришел на допрос, почему-то в это время надзорный орган вносил представление в парламент, это снятие с него депутатской неприкосновенности. Впрочем, Джапаров утверждает, что зря с этим стараются, ведь у него все доказательства о непричастности к этим преступлениям. Я никогда не беспокоюсь. Почему я должен беспокоиться, когда у меня все чисто? Я даже готов снять сам неприкосновенность в течение депутатского периода. Пусть возбуждает уголовное дело, кто хотят. МВД, СМБ, прокуратура. Потому что я везде, я чист. Я сам могу доказать любое свое действие. Депутат парламента Кыргызстана Турадбек Мадылбеков подал в отставку с поста руководителя комитета по противодействию коррупции. Причиной отставки послужило задержание его сына Эльдара Мадылбекова, которого подозревают в рейдерстве и мошенничестве в особо крупных размерах во время апрельских событий 2010 года. Как стало известно, Мадылбеков-младший на время следствия до 15 ноября будет находиться под стражей. Верю, что этот мой шаг не будет истолкован общественностью как признание вины моего сына. Просто я хочу, чтобы расследование этого дела было таким же, как дела тех граждан Кыргызстана, отцы которых не занимают высоких постов. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан, который состоится 20 сентября, носит статус официального. Министерство иностранных дел заявляет, что Кыргызская сторона встретит уважаемого гостя на самом высоком уровне. В ходе переговоров будут подписаны важные документы, такие как соглашение о строительстве и эксплуатации Камбратинской ГЭС-1, документы, связанные с пребыванием военной авиабазы в Канте, что в 20 километрах от столицы, и другие. Планируется, что Владимир Путин, помимо подписания документов, посетит памятник жертвам Ленинградской блокады. В настоящее время эксперты двух стран проводят подготовку документов к подписанию. В ходе визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Кыргызстан планируется подписание пакет очень важных стратегических документов, направленных на укрепление, расширение кыргызско-российских отношений финансово-экономической, гидроэнергетической, а также военно-политической сферах. Антикоррупционной службе Госкомитета национальной безопасности удалось раскрыть преступления в горнодобывающей отрасли. У гражданина Кыргызстана в машине оперативники обнаружили золотые слит и золотосодержащий концентрат на сумму 1 миллиона сомов или чуть более 20 тысяч долларов. По предварительным данным, это все было похищено из месторождения Султон-Сары на Рынской области. В интересах следствия местонахождения задержанного не сообщается. В случае, если его вина будет доказана, то подследственному грозит до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества. По материалам антикоррупционной службы, Следственному управлению Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызстанской республики, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотрено в статье 208 Уголовного кодекса Кыргызстанской республики, то есть незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней. В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-средственные мероприятия. У Кыргызской национальной сборной по футболу новый тренер. Им стал российский специалист Сергей Дворенков. Напомним, Дворенков уже пятый сезон является главным наставником нынешнего чемпиона и обладателя Кубка Кыргызстана Бишкекского Дордоя. Теперь Дворенков будет совмещать работу в клубе с тренировками сборной. Об этом он сообщил журналистам на своей первой пресс-конференции. Отметим, это вообще впервые, чтобы национальную команду возглавил зарубежный специалист. И в Федерации футбола страны не скрывают надежд, возглагаемых на нового тренера. Что же касается состава национальной сборной, Дворенков уверяет, что он будет укомплектован из самых лучших игроков страны. И, по всей видимости, костяк команды составят футболисты Дордоя. Работу нового главного тренера сборной страны можно будет оценить уже в следующем году. В марте начнутся отборочные матчи на Кубок Азии. Дворенков обещает, что его подопечные теперь покажут совсем другой футбол. Это будет однозначно атакующий футбол. Это будут игроки, которые умеют быстро думать и быстро бегать. Потому что по-другому, в другой футбол сейчас играть нельзя. Все остальное – это уже прошлый век. И если играть во что-то остальное, то это, как правило, заранее обречь себя и команду на поражение. Такова информационная картина дня. Спасибо, что были с нами. И до следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok